Всем здравия! С вами Робот-Алл. В конце апреля 2017 года в интернете появилось объявление о том, что известный доктор, профессор Иван Павлович Неумывакин, помогший многим тысячам людей восстановить свое здоровье, оказался в очень сложной жизненной ситуации. Мы не могли остаться безучастными в этом деле и решили разобраться с этим вопросом. Предлагаем вашему вниманию укороченную версию беседы Юлии Стояновой с Иваном Павловичем Неумывакиным, записанную по скайпу. Просим извинения за низкое качество звука. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели Народного Славянского радио. Сегодня с вами Юлия Стоянова. Сейчас я нахожусь в гостях у известного человека Ивана Павловича Неумывакина. Здравствуйте, Иван Павлович. Добрый день. Иван Павлович, у нас в интернете появился видеоролик, где велась речь о том, что вы нуждаетесь в помощи, что у вас сложилась очень тяжелая семейная ситуация, из-за которой вы лишили жилья и средств к существованию. Наши зрители и слушатели и все пользователи интернета очень обеспокоены этим. Все вам сопереживают, все вас знают, все вас уважают, вы очень многим помогли. И поэтому очень многие хотят вам помочь и поинтересоваться. Скажите, пожалуйста, что же случилось, почему вы провели такую очень сложную ситуацию и как вам помочь? Ну, я благодарю за участие, которое проявляет в моей судьбе, ну и ваши слушатели. Ну, маленькая предыстория. Так получилось, что в 1977 году, в прошлом веке, у меня образовалась вторая семья. И там была патчевица, 12-летняя. В течение 38 лет для ТП, черепа, папа, папочка, ну и супруга Людмила Степановна, которую многие народные целители, особенно в последние годы, знали. Во время космонавтики, когда я работал 30 лет так, я жил в узких рамках официальной медицины. Но когда я вышел в отставку, здесь я немножко от СОБ-1 стал свободен. Но вы знаете, что с 90-го года я был организатором Российской профессиональной ассоциации народных целителей, традиционной народной медицины, а сейчас вице-президент этой ассоциации. И вот я начал здесь разрабатывать уже стройную теорию. И в своих книгах я об этом подробно описываю. На этом фоне, особенно в 90-е годы, 2000-е, я создал оздоровительный центр. Вначале на базе гражданской авиации и госпиталя на Балгаламском шоссе. Затем создал оздоровительный центр, где отрабатывал эту методику. И что за три недели я уже мог фактически человека, который даже не оказывали помощи официальной медициной, восстановить его здоровье, освободить этой карточной независимости. И все это подтверждалось. На этом фоне собственные вот эти центры позволили мне, не боюсь быть предпроминистрем, достаточно много доработать денег. И моя плачевица была моим кормителем, семейный бюджет, она была врач, работала вместе со мной. И я поручил все вести дела в день. И оказалось, когда кончилось 3-5 лет, это по закону положено, что если через три года человек не принимал никаких усилий, и что-то случилось, то процесс не воспроизводил. И оказалось, все, что я поручил патче рецепт, она оформляла на себя. И когда прошло 3-5 лет, сидя за столом на кухне, она мне объявляет папа, потому что это в последнее время ей был папа, папочка. И что я сделал то, что родной отец для своих детей делать не может, она обеспечит мне достойную старость, она мне объявляет, папа, теперь я являюсь собственником всего того, что твоим именем наработано, сделано, а тебе ничего не принадлежит. Вы поняли что-нибудь? И вот на части я, который думал о заботе, о вас, о разработке системы, как можно привлекать сидя на кухне, ну если хочет быть здоровым, и так же сода, так же перепись, так же соль, так же движение. И я искал элементарные пути, способа, чтобы человек, если он хочет быть здоровым, хоть немножко беспокоился об этом временном деле, был здоров, я все отдал этому. И вдруг я получаю от врача патча рецепт, который 38 лет, повторяю, звал меня папой, а мне заявили, что мне ничего не принадлежит. И в это время, очень трагично, с помощью той же дочери, фактически она убила Людмилу Степановну, потому что 4-5 месяцев была заперти, изолировала отсек. Ни суд, ни полиция, ни прокуратура не могли предотвратить этого убийства. И на этом фоне умирает моя супруга, патча рецепт о ее смерти никому не сообщает. Через два дня она ее кремирует, хотя есть место, где ее похоронить. И мы только об этом узнаем через 2-3 недели. И за время вот этого времени судебных процессов и всей этой истории, которая в страшном во сне присниться не может, я слеп. На этом фоне я еще упал, поломал бедра, раздробил кости. И шалейшая операция, дважды реанимация. И потом, когда вскрыли замещание моей супруги, оказалось, что квартира, в которой я живу, супруга подписала моей патча рецепт. И та не успев после вскрытия замещания через 2 недели объявить, чтобы я освободил квартиру, в которой я покупал наличные деньги. И больше 10 лет прожили с супругой, и теперь эта квартира стала ее собственной. Я являюсь консультантом фактически для миллионов людей во всем мире. И на этом фоне я, как ученый, морально был заинтересован реализовать свои дела. И оказалось, что здесь рядом со мной люди, которые давно, ну, как одна семья жили, и створилось подобное, которое нельзя сегодня понять с точки зрения обычного человеческого чувства. И тем более, Людмила Степановна у нас было на место, где можно было похоронить. И когда в Крамарии, в Краматории шел вопрос о том, что там практически в гробу скелет лежал, служащий спросил, а будет ли сопровождающий, патчерица заявляет, у нее в Москве никого ни родных, ни знакомых нет. И на сегодня даже неизвестно, где находится урна моей супруги. Вот поэтому книга, которая только сейчас выйдет, грядущая планетной Земле, где Эпиграф написал, не делай добра, не получи зла. Вот когда человеку фактически все даешь незаработанное, и чем больше даешь, тем более, что это жадность, это корость. Я не знаю уже, ненависть, не ненависть, как это назвать, не человеческое. Это выродки человеческие, но ублюдки как угодно может называть. И вот я сполна познал вот эту человеческую, очень хорошую мудрость. Не делай добра и не получи зла, и я его получил. Сегодня я фактически лишен квартиры. Сегодня я, с точки зрения уличного жармона, я бомж. Сегодня русские предприниматели сейчас создают все условия для того, чтобы я хоть не на съемной квартире был, пусть она как своя, но беспроцентный кредит, который нужно погашать столько, сколько я смогу. Вот сейчас договариваемся условия, на основании которых я могу хоть безбедно существовать. И ваша помощь, которая уже в интернете пошла, помогает мне решить вот эти финансовые вопросы, это с квартиры, и того, что я слепой, и абсолютно ничего не вижу, я никогда никому не был должен. Я всегда давал людям все, что у меня только есть. Сегодня у меня вот эта зависимость, чтобы свой угол был, квартира, чтобы я мог свободно сидеть, архивом своим распоряжаться, и будучи слепым, я написал книгу. Послушайте, 500 страниц. Рак причины заболеваний. Я ведь ничего не придумал. Когда вы закроете эту книгу, ну нет, урака. Но вы видите, я оптимизм. Я полон энергии. Я только сейчас понял, что такое жизнь. Ну вот видите, поплохел немножко. Поперем зверь. Пытаюсь сегодня все-таки найти ключик, для того, чтобы видеть свет. И хоть у меня были элементарные, маленькие условия для нормальной жизни. А суд, полиция, прокуратура заявили, что это семейное дело. Пальчерице вы поручили. Вы были в полном сознании. Вы поручили висеть ей все дела. Но вы посмотрели суть этой пальчерицы. И это ваше семейное дело. Уголовное дело против пальчерицы открыть нельзя. Оно закрыто. И потом вы разбираетесь с вашей пальчерицей. Которой я уже два года не слышу, не вижу и не знаю. Которая потребовала взять мой чемодан и покинуть квартиру, которая теперь ей сполна принадлежит. Вот сегодняшняя причина, почему я оказался в таком виде. Причем вам я рассказываю в более полном плане, чем то, что сейчас идет в интернете. И на этом фоне даже те близкие, это родные, которые пили, ели чай. И здесь позволили сделать вот такую вещь. Поэтому не делайте того добра, который я делал. Добро должно быть заработанным. Оно должно иметь цену. Фото, которое вкладываешь в ту же иную работу. И тратишь на это свой интеллект, ту силу, которая разума есть у каждого, и чтобы оставить свой след, чтобы там люди помнили, что не зря человек прожил свою жизнь. Я еще надеюсь на то, что могу сделать довольно много. Сейчас у меня очень серьезные планы. Я могу сегодня уже передвигаюсь. Палочка помогает мне ходить. Единственное, только без помощников. Я не могу ничего делать. Слушай, круглосуточно мне нужна забота. В элементарных социальных делах помощники в написании книг и их реализации. Сейчас выйдет три книжки. Имейте в виду. Выходит вот в этом месяце, в начале первое. Второе – брак, его основы и последствия, касающиеся семьи. Что такое сегодня семья в России? Это плод государства. И почему нас семьи почти нет? Выйдет книга печень, выйдет книга поджелудочная железа и выйдет книга «Грифт». Это все вот за последние два-три года, пока я был в таком состоянии. И книги сейчас в течение двух-трех месяцев вот пять книг выйдет. У меня в запасе еще несколько. У меня хватает еще потенциала, еще пока не работаю. Но вот условия, для которых мне не хватает все это делать, и все время висит до мокрого печь, что я сегодня классический бомж. Такого в стране, по-моему, больше нет. Государство лишено возможности мне помочь. Поэтому я решил в неделе две-три через интернет обратиться к вам. Я, к сожалению, не могу поблагодарить всех вас. И вы знаете, с какой радостью, и даже более, я читаю, что пенсионеры сто рублей присылают. Я готов им самому помочь. Но там нет адреса. Вот на что способен русский человек. И вместе с тем, эту духовность русского человека все время где-то отправляет на какие-то задворки. Да умереть! Вот то, что сводится на русскому человеку, никто не даст. Но дайте ему свободное дышать и возможность реализовать свои возможности, возможности жить. Защита, которая позволит почувствовать его человеком. И, кстати, сейчас книга, которая выйдет, касается грядущей планеты Земля. Я взял всем ведущих статей Конституции. Пять человек должен стоять в ВДУ глаз. Ни одна статья Конституции не работает. Закон и есть. Гаранты есть. Всё и есть. А чего нету? От того основного, что человек должен лежать, вернее, не лежать, а стоять во главе государства. Это основа государства. Человек сам, его крепость, семьи, и тогда будет мощь, тогда будет сила. И фактически этому государству никто ничего сделать не сможет. Потому что сила в единстве и гордости за ту страну, в которой ты живёшь. К сожалению, сегодня вот эти ценности как-то очень-очень. Ну, я боюсь сказать. Вы прекрасно знаете то, что я хочу сказать. Поэтому я благодарен вас за то, что вы побеспокоились, что же со мной случилось. Вот видите, вот такая грустная немножко история. И только прошу вас, никогда не делайте того добра. Особенно детям. Вкладывайте им в клюв, ну, не в клюв, в оброт. Ой, сынок, ой, дочка, поживи. Потом взрослая будешь, и всё. Это начало конца этого человека. Он должен жить самым, где-то приучиться к труду, к ответственности и отвечать за всё, что делает. Он должен зарабатывать. И даже если вы что-то даёте, не потому, что он красивый, милый, любимый, а потому, что он работал, он что-то делал, поощрить его только так. Я на это получил, то, что получил. Здоровья вам и счастья. Вы слушали укороченную версию беседы Юлии Стояновой с Иваном Павловичем Неумывакиным, записанную по скайпу. Текст озвучивал Робот Ал. Быть добру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова